Добрый день, коллеги. Тема нашей встречи – учет затрат в 1С ERP. Меня зовут по-прежнему Оксана Сидоренко. Я являюсь консультантом-аналитиком компании Coderline. И сегодня мы с вами отправляемся в чудесное путешествие по изучению затрат и, соответственно, плавно перетекающую себестоимость. Это настолько огромнейшая тема, что мы сейчас только начинаем с ней знакомиться. Соответственно, это только у нас первая встреча на эту тему. Дальше будете следить за нашими анонсами по изучению мельчайших нюансов данного раздела. Итак, план нашего вебинара следующий. Мы с вами познакомимся с вариантами затрат по месту возникновения и отношения, конкретно те, которые относятся на себестоимость ТМЦ, но возникающие при приобретении, при складском хранении, при продаже и в каких-либо иных процессах, соответственно, относящиеся на финансовый результат. Также поговорим о типах производственных затрат, о номенклатурных, о трудозатратах, о постатейных. Отдельно поговорим о постатейных расходах. Также познакомимся с документом распределения расходов. Поговорим о проверке базы при закрытии месяца, об упрощенном производственном учете, если вдруг это кому-то будет актуально, и также о нюансах использования направления деятельности. Итак, что же такое затраты, откуда у нас берутся? Изначально затраты приходят нам в первичных учетных документах. Далее эти затраты могут, соответственно, распределяться, ложиться либо на себестоимость, либо на документы реализации, либо на документы выпуска и на финансовый результат. Совершенно отдельно обособленно стоят затраты, которые позже перекладываются на стоимость внеоборотных активов, соответственно, основных средств, либо нематериальных активов, либо расходах будущих периодов. Вот именно об этих расходах мы сегодня не разговариваем. Это у нас наши с вами дальнейшие встречи. Итак, те затраты, которые у нас перекладываются на стоимость ТМЦ, они могут возникать как при приобретении ТМЦ, так и при складском хранении. Соответственно, если у нас возникает при приобретении, то, как правило, их перекладывают на документы поступления. Если же это у нас затраты, возникшие в процессе складского хранения, то, соответственно, они перекладываются на складские остатки. Первое, о чем, конечно, мы с вами поговорим, это, собственно говоря, о настройках. В НСИ и администрировании у нас есть настройки НСИ и разделов. Соответственно, нас сегодня будет интересовать больше финансовый результат и контролинг. Именно здесь делаются наши основные настройки. Здесь мы указываем, что нам необходимо, либо нет, учитывать прочие доходы, расходы. Здесь же мы устанавливаем возможность использования групп настроек финансового учета, и про некоторые мы сегодня скользко поговорим. Здесь же мы указываем, что мы используем функциональность прочих доходов и расходов в валюте регламентированного учета. Нужно ли нам анализировать финансовый результат по направлениям деятельности, о чем мы тоже поговорим, группы аналитического учета номенклатуры. Вот ERP очень интересная система в плане именно регламентированного учета. Она здорово отличается от бухгалтерии, от более ранних версий комплексной автоматизации на сегодняшний день. ERP, кстати, достаточно похожа с комплексной автоматизацией. От УПП. Соответственно, есть две такие интересные аналитики. Они касаются именно регламентированного учета, это группы настроек финансового учета, то есть ГФУ, которые мы называем, и группы аналитического учета. Это мы называем ГАУ номенклатуры. Дело в том, что в ERP субконта на 20 и 90 счетах это две совершенно разные сущности. Так вот ГФУ, именно номенклатуры, это аналитика 90 счетов. А ГАУ номенклатуры, это аналитика 20 счетов, соответственно, 20-23 затратных счетов. Здесь же мы указываем, необходимо ли нам на нашем предприятии ввести учет резервов предстоящих расходов, учитывать прочие активы и пассивы. Данная функция необходима, с одной стороны, для управленческого баланса, с другой стороны, именно при использовании прочих активов и пассивов, это чуть ли не единственные документы в системе, когда мы можем непосредственно в документе настраивать счета учета. Все остальное вы знаете, если не знаете, то, соответственно, смотрите наши предыдущие видео, либо будущие, соответственно, вебинары, где мы проговариваем, прошу прощения, что в ERP в документах нет возможности корректировать счета учета. Все делается первоначальными настройками. Также нас интересует, заинтересует, это будет отдельная совершенно тема вебинара, это учет по статейным расходам по объектам возникновения затрат, соответственно, о возможности группировать по статейным расходам в разрезе, новой аналитики для ERP, ну, относительно новой объекта возникновения затрат, либо сокращенным, но он называет их ОВС, соответственно, настройки распределения, перемещения, списания расходов будут создаваться ОВС и применяться для всех статей, отнесенных на него. Но это настолько огромная и обширнейшая тема, что это у нас будет отдельный вебинар, посвящен непосредственно объектам возникновения затрат и учету, соответственно, расходов. Итак, мы с вами поговорили, начали про настройки статей. Все статьи расходов у нас находятся в подсистеме финансовый результат и контролинг, и мы сегодня будем в основном работать со статьями расходов. Статьи расходов. Статьи расходов здесь я некоторые заготовила, но будем смотреть их сразу же по месту возникновения. Итак, самое первое, то, о чем мы с вами проговорили, вернемся и посмотрим. Это статьи расходов, которые у нас относятся на себе стоимость ТНЦ, и, соответственно, они у нас возникают в момент приобретения. В момент приобретения также можно указывать тип аналитики расходов. При этом тип аналитики расходов в некоторых статьях система требует обязательного заполнения и, соответственно, даже нет возможности отжать галочку контролировать заполнение аналитики. Но в большинстве своем настроек статей расходов такая возможность включена. Соответственно, так как у нас возникают такие статьи расходов непосредственно при приобретении, то в качестве аналитики могут выступать заказ поставщику, непосредственно само поступление товаров, вот таможенную декларацию выкупа товаров сохранения и так далее. Дело в том, что вот эта возможность выбора типов аналитики, сразу скажу, что это исключительно управленческая сущность и к регламентированному учету, она никак не влияет. Но она требует заполнения документа и, соответственно, мы уже ранее встречались, когда проговаривали об особенностях и нюансах именно регламентированного учета в ERP. Мы говорили, что первичный учет для ERP это оперконтур, рекучет это вторичен. Так вот, настройки именно типов аналитики это непосредственно оперконтур. Более того, если вы сейчас откроете свои базы, которые у вас есть, то вполне вероятно вы увидите совершенно другие аналитики. Соответственно, от чего будет зависеть, используете ли вы заказы поставщику. Если у вас в настройках в НСИ и администрировании, соответственно, закупки, вы указываете, что вам нужны заказы, то у вас будет такой тип. Если вы не используете заказы поставщику, соответственно, тип аналитики, вы этого не увидите. Поступление товаров будет, естественно, у всех. Приобретение товаров и услуг тоже. Вот остатков. А вот, допустим, передача товаров организации, таможенной декларации, вы купите товаров в сохранении, тоже вполне возможно вы не увидите, если вы не пользуетесь данным функционалом. Передача товаров между организациями – это возможности интеркомпании. когда вы продаете товары, принадлежащие другому юридическому лицу. Но это юридическое лицо связано, соответственно, с вашими и введено в систему, одновременно участвует как в справочнике организации, так и в справочнике партнеры-контрагенты. Соответственно, если у вас есть внешнеэкономическая деятельность, то у вас есть возможность в качестве типа аналитики выбирать таможенную декларацию. То же самое с товарами хранения. То есть типы аналитики зависят не только от места возникновения и отношения статьи расходов, но и от ваших персональных настроек. Мы сегодня не очень смотрим закладочку «Бухгалтерский учет и налоги», так как, в общем-то, здесь на самом деле все просто. Два момента. Первый – это выставить правильный ГФУ. Мы ранее на встречах с вами говорили, что все проводочки зашифровываются как раз в ГФУ. От того, насколько вы правильно настроите эти ГФУ и правильно внесете, будет зависеть именно данные, то, каким образом будут относятся ваши документы, перекладываться, отражаться в регламентированном учете. Единственное, я остановлюсь и напомню лично мое отношение. Вы можете к нему не прислушиваться, можете использовать, можете не использовать, но я рекомендую всегда создавать свои ГФУ. Первое – разработчик по умолчанию уже создал некое количество различных групп финансовых, соответственно, учета, групп настроек финансового учета. Но в них есть описание, которое мы можем трактовать по-разному. Затраты в незавершенном производстве, вспомогательные, основное. Что такое основное? Я подразумеваю, что основное – это 20-й счет. Когда я захожу, да, действительно, я вижу, что это у нас счет 20 и по какой-то причине у нас указан счет списания, если это у нас основная система налогообложения на 90-08-1. Мы с вами прекрасно понимаем, что 20-й счет в принципе на 90-08-1 не закрывается. Затраты в незавершенном производстве вспомогательные. Ну вот слово вспомогательные могут люди трактовать по-разному, что возможно это 23-й счет, возможно это 29-й счет, а возможно это как раз 25-й счет. При этом, допустим, мы не видим такого ГФУ, как, допустим, управленческие, коммерческие и так далее. Поэтому прежде чем использовать готовое ГФУ, вы должны очень подробно узнать, что же это за такое ГФУ. Опять же, вот видим, что это у нас сырье и материалы. Сырье и материалы 10-Р, при этом, опять же, счет вписания 90-08-1, вот он шаблонно установлен. При этом мы понимаем, что 10-Р ни при каких обстоятельствах не закроется на счет 90-08-1. Если кто-то уже знаком с транспортными расходами, мы про это разговаривали в более ранних вебинарах, то мы знаем, что этот счет будет закрываться на счет учета номенклатуры, к которому это будет относиться. То есть это может быть десятка, это может быть и 41-й даже, и может быть и 21-й, если мы захотим, но это не будет никак зависеть от данной настройки. Если же вы примете решение, что вы будете использовать преднастроенные элементы справочника группы настроек финансового учета, то я бы очень рекомендовала в описании хотя бы прописать счета учет для того, чтобы каждый раз пользователю не нужно было заходить и просматривать, что же там заложено, не догадываться. Вот, допустим, товары для перепродажи. В моем понимании сырье и материалы – это действительно 10-й счет. Товары для перепродажи, в моем понимании, это 41-й счет ДР. Опять же, мы понимаем, что счет учета 91-02, ну, может быть, при каких-то стечениях Сатурна и Венеры могут закрыться на 90-08-2, но, честно скажу, я таких моментов в своей практике не встречала. По этой причине я всегда использую свои ГФУ, и для меня самое важное, так как это именно отражение в регламентированном учете, знать, на какой счет будет, соответственно, отражаться, на каком счете бухгалтерского учета будет отражаться та или иная настройка. То есть это может быть и ГФУ номенклатуры, и ГФУ взаиморасчетов, необоротных активов. Ну, вот в данном случае доходов-расходов. Я очень прошу прощения за свой кашель, но, к сожалению, не смогла с ним совладать, как в сегодняшней нашей встрече. И второй момент, соответственно, мы здесь указываем именно в закладочке бухгалтерский учет и налоги, относится либо это к основной деятельности, либо к прочей, и, соответственно, принимается к налоговому учету на прибыль, либо не принимается. Иногда сюда будем заглядывать, потому что настроечки будут немножко меняться в зависимости от того, каким образом мы с вами указываем, каким образом у нас рождается статья, на что она относится и, соответственно, когда она возникает. И сразу же перейдем, чтобы не терять нить... Так, одну секунду, не туда, наверное, попало. Да. Теперь к нашей презентации. Итак, первый вариант, который мы сегодня знакомимся, это статьи расходов либо затраты, которые перекладываются на себестоимость и возникают непосредственно при обретении. Второй вариант – это затраты, которые также относятся на себестоимость товаров, но уже возникают непосредственно при складском хранении, перемещении и обработке. Мне бы хотелось вам сделать акцент, обратить ваше внимание, что в данном случае не рекомендуется выбирать тип аналитики в целом на склад. И сейчас объясню, по какой причине. Для этого, опять же, сразу же перейдем в нашу систему и смотрим, что у нас будут меняться тип аналитики в зависимости от того, когда мы выбираем, в какой момент будут возникать эти расходы. Выбираем при складском хранении, соответственно, у нас уже приобретение документов исчез, у нас возникли другие типы аналитики. И сразу же по умолчанию у нас стоит склад. Так вот, именно склад. Очень не рекомендую оставлять данный тип аналитики. Выбирать, если, опять же, вы будете его использовать, либо конкретную номенклатуру, либо заказы, либо какие-то документы. По какой причине? Потому что система, если мы выбрали тип аналитики, склад, соответственно, при закрытии месяца, при расчете себестоимости будет распределять все абсолютно наши затраты на каждую позицию, которая находится на каком-либо складе, если мы его выберем, соответственно, не только в типе аналитики, но и в документе. Даже если мы не поставили контролировать заполнение аналитики, такая возможность у нас есть выбирать. Соответственно, первое, это будет очень долго, соответственно, забирает оперативную память. Второе, насколько вам нужна такая детализация. Предположим, пришло у вас тысяча рублей расходов, которые возникли при хранении, перемещении или обработке на склад, где у вас находится 10 тысяч позиций. Соответственно, это на тысячу рублей перекладывается на эти 10 тысяч позиций. А затем после уже данного процесса будет еще и распределение пропорционально базе распределения, о которой мы поговорим. Поэтому я не вижу совершенно никакого смысла в данной ситуации, в данном виде типе аналитики. И второй момент, вы очень замедлите, усложните регламентированный процесс расчет себестоимости. Так, вопросы. Подскажите, пожалуйста, как распределяются расходы в поле? Распределяется согласно, да, не заполнено. Да, я сейчас буду об этом говорить, решила не мешать эти моменты. Но вопрос очень важный. И сразу же скажу еще один момент. Когда мы с вами формируем какой-либо справочник, заводим новый, я всегда рекомендую заполнять только те поля, в которых вы абсолютно точно уверены. Если вы в каких-то полях не уверены, и если это поле не подчеркнуто вот таким красным пунктиром, значит, оно не критично для системы в момент заведения и в момент, соответственно, использования в документе. Но, конечно же, при закрытии месяца, либо, допустим, при формировании провода, в зависимости от того, какие поля мы не заполнили, система, если она не заполнена, к нам обратится и скажет, что, знаешь, вот я не могу, допустим, распределить на себе стоимость, которая возникла при складском хранении, потому что у меня нет базы распределения. И, соответственно, к этому моменту мы уже точно будем, у нас будет эта информация, и мы заполним. Давайте сразу тогда немножко пойдем отклонимся от моего плана, но про базы распределения. Итак, базы распределения будут разные в зависимости как раз от сочетания того, каким образом мы настраиваем статью расходов по месту возникновения, по тому, каким образом она относится. Если у нас статья расходов относится на себе стоимость и возникает при приобретении, то у нас возникает, естественно, мы должны выбрать правила распределения. Правила распределения, вот здесь я создала варианты, каким образом они создаются. Первое. Показатель закрытый. Мы здесь не можем добавить ничего дополнительного. Это либо количество товаров пропорционально, либо пропорционально объему товара, весу товара и себестоимости товара. Но в правиле распределения мы можем указать какой-либо отбор. Отбор, соответственно, возможен, опять же, в зависимости от того, какой тип статьи расходов мы формируем. Соответственно, если мы сейчас говорим о себестоимости по приобретении, соответственно, мы можем выбрать отбор по назначению, по номенклатуре, по серии, если вы используете, соответственно, в своем учете серии номенклатуры, по характеристикам, если используете данную настройку, и, соответственно, только по определенным складам. Каким образом это делается? Соответственно, по назначению, как правило, это у нас возможно направление деятельности. Допустим, по складу мы решили сделать отбор по количеству товаров и только на определенном складе. Соответственно, вот таким несложным действием мы просто перетягиваем нужную аналитику, по которой мы хотим сделать отбор, распределять конкретную статью, допустим, только на определенные позиции номенклатуры и только на определенном складе. Соответственно, выбираем, например, в группе списка, либо там в списке, либо наоборот, все, например, кроме каких-либо исключений, ну, допустим, в списке, соответственно, тогда мы должны перечислить параметры этих номенклатур, на которые мы должны распределять конкрет, только конкретную статью расходов и, соответственно, выбрать, например, склад или несколько складов. Про эти моменты нужно помнить. Соответственно, это мы говорим по приобретению. Если же мы создаем статью расходов, которая также относится на себестоимость, но возникающая при складском хранении, то у нас базы распределения, соответственно, те же самые, что и при приобретении. Так, сейчас одну секундочку. Вот как раз у нас следующий слайд говорит о правиле распределения на себестоимость товаров. То, что мы сейчас уже просмотрели. И не забываем, что в статьях расходов возможны отборы. Если вы устанавливаете какие-либо отборы, то я рекомендую, если не в самой статье указывать, что есть некие ограничения, то хотя бы в описании. Потому что, когда пользователи будут использовать данную статью расходов, не учитывая, что там есть какие-либо отборы, то в момент, например, закрытия месяца или в финансовом результате мы увидим не ту картину, которую ожидаем. И нужно, так скажем, иметь некий опыт для того, чтобы вспомнить, что есть такие отборы и проанализировать все статьи расходов. Соответственно, варианты мы здесь с вами указываем. Следующий вариант у нас уже статей расходов мы рассмотрим, которые также относятся на себестоимость, но не просто на себестоимость товара, а на себестоимость уже продаж, и, соответственно, которые возникают при реализации продуктов. При реализации у нас и типы аналитики, соответственно, меняются. В данном случае у меня есть клиент, так как мы используем справочник партнеров, используем сделку, реализация либо заказ. И так как у меня в настройках, в демо-версии ВЦИ есть маркетинговые мероприятия, то, соответственно, мне система позволяет выбирать и маркетинговые мероприятия в разрезе аналитики. И базы для распределения уже возникают совсем другие. Не те, которые мы говорили, которые также относятся на себестоимость, но непосредственно ТМЦ, которые возникали при приобретении и при хранении. Если это у нас себестоимость продаж, то, соответственно, база распределения, это у нас закрытый список. Мы здесь не можем поменять, либо какие-либо ограничения здесь делать. Либо пропорционально непосредственно стоимости номенклатуры, себестоимости номенклатуры, количеству номенклатуры, весу номенклатуры и объема номенклатуры. Соответственно, здесь у нас возникает разница между стоимостью и себестоимостью. Также я хотела бы вам показать вот еще какой момент. Соответственно, в тот момент, когда мы с вами создаем какой-либо, так, что мы уже посмотрели, вот допустим, приобретение данных номенклатур, всегда смотрим, есть ли у нас какие-либо ограничения и отборы. Также хочу обратить ваше внимание, что именно база распределения можно, система позволяет ввести разные базы распределения для управленческого учета и для бухгалтерского учета. Не всегда возможно для налогового учета, так в подавляющем большинстве это возможно. База будет равна базе бухгалтерского учета. И только в тот момент, когда мы нажали, вот видите, если я отжимаю, закрываю полные права, то мне недоступны какие-либо ограничения. Если же я использую полные права, то у меня возникает возможность, я, по крайней мере, вижу как минимум, да, и, соответственно, могу настроить правила распределения этой статьи по разным организациям и подразделениям. То есть для одной организации, либо для одного подразделения, либо для некоторых подразделений эти базы распределения могут быть разные. Чтобы не плодить огромное количество статей расходов, мы эти ограничения вводим в исключениях. Почему я перешла в готовую справочник? Потому что, когда мы создаем, соответственно, только новую статью расходов, нам это поле недоступно. Настройка именно этих исключений по организациям и подразделениям. Она становится возможной только после того, когда я запишу данную статью расходов. Так, все, здесь мы проговорили. Еще хочу обратить ваше внимание, что статьи расходов, относящиеся на себестоимость продаж, это единственный тип расходов, возникающих при продаже с отнесением на конкретный документ типа аналитики. И это никак не повлияет на расчет себестоимости, это никак не повлияет на скорость закрытия. Эта информация будет только видна в отчете по валовой прибыли и больше нигде. То есть, собственно говоря, это управленческая такая сущность. Итак, следующий тип затрат, это затраты, которые мы говорим, что относятся на финансовый результат. А если с точки зрения регламентированного учета, то это те затраты, которые у нас уходят на 90-й, либо 91-й счет. Соответственно, здесь у нас затраты могут распределяться по подразделениям и по направлениям деятельности. И для того, чтобы вот эту нашу красивую картиночку с бочонками понять, мы, естественно, с вами переходим непосредственно в 1С и смотрим. Следующий вариант, она возникает в иных процессах, как раз включая общепроизводственный и общехозяйственный. И здесь мы можем точно так же, как на себестоимость, но это у нас уже будет себестоимость производства, так и на финансовый результат, про который мы с вами говорили. Итак, если у нас на финансовый результат, то первое, базы распределения, какие у нас могут быть. Вот здесь у нас уже вариативность этих правил распределения просто огромная. Первое, мы можем распределять либо абсолютно на все направления деятельности в базе, либо мы можем выбирать какие-то определенные ограничения данной статьи расходов, либо мы можем не просто вручную, а мы прямо можем указывать несколько направлений и указывать по долям стоимости, какие будет распределение. Следующий момент, если, вот я такой самый пока что узкий, после того, когда мы определились, каким образом будет происходить распределение в отношении направления деятельности, только после этого мы выбираем базу распределения. И база распределения, соответственно, у нас возникает либо выручка от продаж, либо себестоимость продаж, либо валовая прибыль, либо непосредственно прямые производственные расходы. Но в сочетании с распределением по различным направлениям деятельности, вариативность, соответственно, увеличивается. Вот, например, я тут уже подготовила некоторые варианты. Например, если взяла все направления деятельности, взяла прямые производственные затраты, то у нас, опять же, уже возникают показатели. В качестве показателей может быть как стоимость отдельно материала суммы оплаты труда, так может быть комбинированный вариант распределения показателей. Нормативная оплата труда, количество видов работ, количество материала, вес материала и объем материала. И также напоминаю, что в каждых правилах, как и в статьях расходов, мы можем указывать отборы. Соответственно, в данном случае мы можем либо, например, по каким-либо группам продукции, либо по каким-то материалам, либо даже по статьям калькуляции. То есть это не будет действовать абсолютно, например, на все базы распределения, либо, допустим, на все документы, где используется конкретная, например, статья калькуляции. В каждом правиле есть свои ограничения. Соответственно, если мы используем полные возможности, вернее, я взяла статью расходов, готовую на финансовый результат. Чтобы посмотреть все варианты, мы должны включить редактирование. При этом, если вдруг уже данная статья расходов используется, то очень не рекомендую изменять ее в процессе работы. И система нам об этом красным цветом говорит, но, к сожалению или к счастью, разрешает нам вносить изменения в данную статью расходов. Если данная статья расходов у нас уже использовалась, хорошо, если она использовалась в закрытом периоде, и мы туда больше никогда не пойдем. А если она у нас использовалась в открытом периоде, и где-то, допустим, у нас одни настройки, особенно, предположим, мы выбрали в качестве, там, выбирали один тип аналитики, и в документах использовали, например, предположим, где-то виды курсовых разниц, а где-то взяли места хранения. Либо вдруг начали понимать, что нам нужна другая база распределения. А в этой базе распределения, если мы еще поставили дополнительное ограничение, то очень велика вероятность, что вы не закроете месяц именно в плане расчета себестоимости, потому что у системы на сегодняшний день будут другие настройки, а в документах использованы другие аналитики. Либо, допустим, есть какие-либо ограничения, были, например, или они снимаются, или они меняются, либо дополняются, что в со мной статье расходов, соответственно, по организациям, подразделениям, то же самое мы говорим и про исключение непосредственно в базе распределения. Ну, допустим, взяли мы вот такое правило распределения, прямые производственные затраты, стоимость, и вот хорошо у нас в данном случае не настроены исключения. Но если, соответственно, мы поменяли исключения, то проблемы при закрытии периода нам гарантированы. Поэтому очень рекомендую, если вдруг вы поняли, что у вас как-то неправильно настроена статья расходов, создайте, пожалуйста, вторую, а ту, которую вы считаете, что она неправильная, либо вы не должны ей пользоваться, либо пометьте на удаление, либо создайте папку с названием, например, «Не использовать», либо в самой статье расходов пропишите, что ее не использовать, и, соответственно, при анализе данных за тот месяц, за который вы проводите, закрытие месяца, вы увидите, что данную статью вы не планируете больше использовать, но так как ранее, допустим, первого числа кто-то уже успел задействовать данную статью в расходах, соответственно, вы будете понимать, что нужно зайти в тот документ, перевыбрать там новую статью, но не менять. И помните, мы с вами смотрели, что если показатели у нас были, допустим, одни материалы, то и варианты отбора у нас тоже были шире. То есть всегда варианты отбора, все настройки меняются. Это как, знаете, как тайфун, как колесо, как мельница. То есть есть первоначальные изменения, и далее последовательно все ограничения, все исключения будут зависеть от первоначальных настроек. Здесь мы проговорили про статью расходов, которые у нас относятся на финансовый результат, про правила распределения и про базы распределения мы поговорили, про ограничения тоже поговорили. И теперь переходим к производственным затратам. Всего у нас в системе есть три типа производственных затрат. Это номенклатурные, там мы анализируем номенклатуру, ее количество и ее стоимость. Отвечает, соответственно, за этот тип затрат регистр накопления стоимость товара. Напомню, что регламентированный учет ERP вторичен, первичен Оперконтур, и вот Оперконтур весь построен на регистрах. В зависимости от того, насколько корректно отразились данные в различных регистрах, будет после этого отражение на счетах учета бухгалтерских. Итак, за номенклатурные производственные затраты будет отвечать регистр накопления стоимость товара. За производственные трудозатраты, затраты, трудозатраты, соответственно, это у нас виды работ, их количество, их стоимость. Будет отвечать регистр накопления трудозатраты НЗП. И непосредственно по статейные производственные затраты, где мы говорим о статьях расходов будет отвечать регистр и прочие расходы НЗП. Где, каким образом у нас возникают эти производственные затраты? Номенклатурные и трудозатраты. Естественно, в документе производства без заказа. Я здесь, прошу прощения, не пойду в 1С, потому что при подготовке я тут часть примеров создала в одной базе, часть в другой. Что-то у меня Сатурн вошел в Венеру или Венера в Сатурн, поэтому прошу прощения, здесь пока посмотрим только на слайдах. Итак, производство без заказа, ну, соответственно, либо в этапах производства. Производство без заказа на закладочке материалы мы указываем наши номенклатурные затраты. А, соответственно, на закладке трудозатраты мы указываем те трудозатраты в том объеме по тем ставкам, которые у нас, естественно, заведены в базу. И по статейные расходы существует их два типа, которые возникают непосредственно при производстве, которые, соответственно, являются прямыми, либо в иных процессах, и которые являются распределяемыми. Так вот, мы с вами говорили, что у нас на себестоимость ранее анализировали, познакомились со статьями расходов, относящимися на себестоимость при покупке, при хранении и при продаже. И вот у нас возникают на себестоимость, возникающие непосредственно при производстве. Что мы здесь, соответственно, анализируем? Так, не будем ничего изменять. При производстве также могут непосредственно относиться на финансовый результат. Расходы будущих периодов мы с вами изначально поговорили, что не рассматриваем, нас сейчас интересует на себестоимость. Соответственно, вот такой, такая статья расходов у нас уже нет возможности отключить, контролировать заполнение аналитики. Почему? По какой причине? Потому что система для того, чтобы посчитать себестоимость именно прямую производственную, ей нужно понимать, откуда взять эти данные. Соответственно, либо мы можем в качестве аналитики, то есть в качестве источника информации использовать либо заказ на производство, либо непосредственно партию производства, либо продукцию, либо группы продукции. И естественно, для дополнительной аналитики мы используем статьи калькуляции и в этой же статье расходов мы указываем, являются эти затраты для нас постоянными либо переменными. И вот здесь у нас уже получается немножко больше настроек именно по отражению в бухгалтерском учете. Соответственно, мы не смотрим ГФУ, ГФУ у нас все те же самые. И вот именно расходы, возникающие при производстве и относящиеся на себестоимость производства, во-первых, мы можем разделить входящий НДС по расходам. Первое. Либо этот НДС у нас будет относиться на вид налогообложения того документа закупки, в котором у нас используется данная статья, либо будет НДС распределяться пропорционально в ручке. Это важно помнить. Второе. Естественно, мы выбираем либо это у нас основная или прочая, но в данном случае мы видим, что мы не можем выбрать прочую при таком сочетании места возникновения и отношения расходов. А вот принятие к налоговому учету на прибыль здесь нам необходимо будет указать, какой вид расхода по основной деятельности будет. Данная информация необходима для корректного формирования налоговой декларации по налогу на прибыль. Теперь мне бы хотелось еще по поводу себестоимость производства. Сейчас мы вернемся в базу проговорить следующий момент. Это мы с вами проговорили себестоимость производства прямые возникающие при производстве, но у нас возможны производственные расходы тоже на себестоимость, которые возникают в иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные расходы. И здесь у нас вариантов еще больше. Во-первых, у нас с вами появляется база распределения. Во-вторых, в таком случае у нас нам доступно, во-первых, выбор контролировать заполнение аналитики, либо не контролировать. Напомню, что если это у нас затраты возникают непосредственно при производстве, то здесь мы обязаны будем в каждом документе, в котором мы будем использовать данную статью расходов выбирать какой-либо тип аналитики, которой мы определимся. Если же это различные другие процессы не обязательно производственные, то здесь мы можем либо отключить эту функцию, либо включить. И, соответственно, типов аналитики у нас возникает значительно больше, вплоть до того, что там объекты эксплуатации, нематериальные активы, даже исследования и разработки. и распределяются правила распределения у нас здесь великое множество. Соответственно, мы здесь можем выбирать какое-либо правило мы сами, то есть либо вручную его настраиваем, либо мы выбираем правила и правила здесь увеличиваются прямо в геометрической прогрессии. Во-первых, мы можем распределять абсолютно на все подразделения данную затрату, которая у нас приходит, либо только на то подразделение, в которое пришла данная затрата, либо на ниже стоящие подразделения или выше стоящие, либо же мы можем сами указать какой-либо отбор подразделений, на которые мы хотим данную затрату распределять. соответственно следующий момент, либо мы будем по единой базе для партии подразделений, либо мы будем по разным базам и правилам для подразделений. Соответственно видим, что если мы выбираем разным, то у нас возникает дополнительная возможность указать либо вручную эти данные, либо по каким-либо показателям, и тогда мы уже выбираем какие показатели, соответственно мы должны будем создать это правило, либо выбираем стоимость материалов, суммы оплаты труда непосредственно в том документе, либо стоимость, вернее не в документе, а анализирует информацию за этот месяц, либо между партиями по базе, и вот тут вариантов огромное количество, перечислять их все не буду, в базе они у вас есть, на экране тоже есть, и это не считая того, что мы можем устанавливать отборы как по подразделениям, так и отборы по соответственно базам, но доступно нам все будет после того, когда мы все это с вами запомним, вот например, положим, ну вот посмотрим, я выбрала что такой простой вариант, что только текущее подразделение и только на стоимость материала, отборы никакие не установила, хотим соответственно устанавливаем дополнительные отборы и тогда мы можем соответственно если по показателю, помните, да, что я только что показывала, что у нас показатель был недоступен, был недоступен по той причине, что само правило у нас не было записано, показатели становятся записанными только в записанном правиле, соответственно правило распределения мы либо вводим постоянно вручную, ну предположим, что это может быть у нас, квадратные метры, допустим, по аренде, это могут быть там кубометры воды, это могут быть киловатт часы и так далее, соответственно если мы указываем, что это постоянно и вводится вручную по требованию, соответственно указали его один раз, ну сняли мы помещение, например, в аренду и у нас площадь не меняется, это у нас будет постоянный показатель, если вдруг какие-то изменения, которые происходят редко, тогда мы самостоятельно вводим, а если, например, это электроэнергия, это там человека часы, машина часы, киловатты и так далее, соответственно, каждый месяц у нас будет меняться, так как это у нас переменные, и система сама будет требовать от нас ввести эти данные. Так, вроде бы все проговорили, вернемся на всякий случай, одну секундочку увижу вопрос, правила распределения расходов можно использовать, когда вспомогательные подразделения оказывают услуги, да, конечно, конечно, конечно. Так, чтобы я ничего не пропустила, значит, если мы говорим с вами про себестоимость производства, которое у нас распределяемое, то тип аналитики мы проговорили не обязателен и обязательно только база распределения. Ну, помните, что сколько аналитик будет, например, если мы выбрали сейчас скажу, ну, подразделений, как правило, не так много, а вот, например, объектов эксплуатации может быть очень много. если вдруг мы выбрали в качестве налички объект эксплуатации в каждом документе заполняем, то мы понимаем, что и документов распределения расходов в конце месяца тоже будет огромное количество. Нужно ли нам какую-либо затрату, например, распределять на все объекты эксплуатации, то есть взяли условные тысячу рублей на условные 500 объектов эксплуатации, у нас вышли какие-то копеечки, затем эти копеечки у нас будут распределяться на готовую продукцию, естественно, себестоимость, анализируем, нужно нам, либо это вот кто-то там первоначально установил нам такие ограничения, и мы их используем, поэтому будьте очень внимательны, то есть чем детальнее у нас стоят аналитики, тем, соответственно, расчет себестоимости у нас удлиняется, увеличивается кратко. Соответственно, нет прямой зависимости между количеством аналитик и скоростью закрытия расчета себестоимости, но нужно подходить с умом. Вот по поводу, допустим, амортизации, на основное средство, я вам сказала, что насколько это нужно, либо же это все-таки информация у нас будет лишняя. Еще момент. По поводу распределяемых расходов, которые мы с вами начали смотреть в иных процессах на себестоимость производства, помимо всего этого, у нас в подсистеме, соответственно, мы указываем точно так же еще и выбираем прямыми у нас они будут являться, либо косвенными. Я говорила, что мы будем не часто сегодня с вами знакомиться с закладочкой именно отношения в регламентированном учете, но здесь как раз такой нюанс, который имеет свои значения. производственные затраты у нас возникают, естественно, у нас всегда фонд оплаты труда на каждую затрату ложится, дальше у нас появляются материалы, которые распределяются и всегда возникают прочие расходы, которые должны переложиться непосредственно на себестоимость. Так вот, эти затраты у нас будут перекладываться на количество выпуска документом выпуска и расходы распределяются на документы выпуска либо производством без заказа, либо этапами производства. Также про постатейные расходы я хотела вам сказать, что документы выпуска характеризуются сейчас поняла, что сделала масло масляное, характеризуются тремя характеристиками. Надо подумать, как правильно переформулировать эту фразу. Это первое, выработка, соответственно, либо количество, это планируемая стоимость выпуска, это фактическая стоимость выпуска. Данные могут выступать в качестве базы распределения затрат. Это, соответственно, материалы, количество стоимости, себестоимость и так далее, и совыпуск. И у нас постатейные расходы про базы распределения и про ограничения мы с вами проговорили, что в документе производства без заказа, еще хотела сказать нюанс, это работать не будет, так как данный документ существует только в течение одного месяца, и в нем не будет будущих выпусков. Это как раз по базе распределения, значит, есть стоимость, есть количество, есть вес, а есть не просто количество продукции, а количество продукции с учетом будущих выпусков. Объем продукции с учетом будущих выпусков, если, например, у нас есть с вами какие-то длительные процессы производственные, тогда они нам понадобятся, но это будет использоваться, возможно, только в этапах производства, то есть в этапах с длительным выпуском. Документы содержат три характеристики. спасибо огромное, я в презентации поменяю и только после этого вам разошлю огромное спасибо за подсказку. Про постатейные расходы. Времени у нас остается немного, поэтому, с вашего позволения, я сейчас не буду бегать непосредственно в 1С, а расскажу. Когда мы используем документ производства без заказа, то у нас есть несколько вариантов группировки затрат. Соответственно, либо по спецификациям продукции, по спецификациям продукции назначения, по продукции продукции назначения, по документу, либо затраты совсем не указываются. Здесь от того, каким образом мы установим группировку затрат, будет, соответственно, меняться начинка данного документа. и кроме группировки затрат, для, опять же, нашего дальнейшего анализа, мы будем использовать базы распределения. Либо это у нас будет по долям стоимости, либо по плановой стоимости, по весу и по объему. Сейчас, одну секундочку. Так, вопросов. Ага, спасибо. Так, это я читаю. Соответственно, если мы с вами используем по продукции и назначению документ, то, сейчас, одну секунду, переключу мышь, только что мы говорили, распределяем, соответственно, затраты по долям, либо по плановой стоимости. Если же группировку затрат мы выбираем по продукции и назначению, то база распределения у нас не потребует и, соответственно, непосредственно продукции и назначения будут у нас на закладочке материалы и работы. Так, еще хотела сказать, все то, что мы с вами только что проговорили, существует для того, чтобы в конце концов мы с вами посчитали расчет, произвели расчет себестоимости, но мы в каждом документе указывали, согласно какому правилу должны распределяться расходы. Так вот, это происходит при закрытии месяца. Я сейчас не буду нажимать такую равишу, потому что времени у нас остается совсем мало, система зависнет, пока будет анализировать все, что ей необходимо. Соответственно, в финансовом, подсистеме финансовые результаты контроллинг у нас есть документ распределения расходов, который как раз запускается автоматически при закрытии месяца. именно в этом рабочем месте создаются документы, которые производят распределение согласно вот этим нашим правилам распределения. Единственное, что мы можем заменить в этом документе, это, допустим, либо только в управленческом, либо только в бухгалтерском, либо только в налоговом, либо во всех местах. аналитика берется из статьи расходов непосредственно из документа, где возникла данная статья расходов, а правило распределения берется вот отсюда из статьи расходов. То есть, то, что мы там указали, но система позволяет при, так скажем, каких-либо вариантах вручную этот момент поменять. это оперконтур, это нерегламентированный учет. Какие возможности делать проверки при закрытии месяца? Мы с вами говорили про группы настроек, так вот, обязательно, пожалуйста, чтобы для того, чтобы корректно все отражалось в регламентированном учете, используйте стандартные типовые отчеты, но с расширенными возможностями. Допустим, мы взяли анализ субфункта, вот я привела номенклатура, и там в настроечках добавила вот такой вариант. В группировке добавила номенклатура и группа настроек финансового учета. Как правило, вот все-таки, допустим, такого не должно быть, что одному БФУ, например, существует два субсчета. В принципе, скорее это некорректно, чем корректно. Также рекомендую пользоваться отчетом, универсальным отчетом по этому отчету. Если будут запросы, мы проведем отдельный вебинар, каким образом он формируется. Я привела здесь пример. Опять же, в целях экономии времени не побежим сейчас в 1С. находится он в НСИ настройках. Нет, давайте все-таки немножко потратим времени. НСИ настройки. Вот здесь у нас администрирование, есть такое печатные формы, отчеты и обработки. И вот у нас есть универсальный отчет, который мы можем самостоятельно настроить. В качестве объекта анализа мы можем выбирать справочники, документы, регистры сведений, регистры накопления, бухгалтерские регистры. Ну вот в данном случае то, что у нас открыт сейчас в презентации, это созданный именно отчет на базе универсального прочие расходы. И я здесь показала, какие я взяла настроечки. На закладочке структура я структурировала таким образом, что взяла статью расходов отдельно варианты распределения расходов. Причем варианты распределения расходов мы видели с вами, что в статьях можно указать отдельно для управленческого учета, отдельно для регламентированного учета и также саму статью расходов и аналитику. Соответственно, после того, когда я сделала такие настройки, вывела отчет, я могу посмотреть, каким образом у меня закрылся месяц и по идее остатков у меня не должно быть. Если вдруг осталось, что-то происходит не так в момент закрытия месяца, мы можем посмотреть данным отчетом. Следующий момент. Естественно, используйте типовые отчеты, это в подсистеме производства, движение ТМЦ, затрат производства по организациям, движение затрат по партиям производства, соответственно, можно вывести в отдельное окно и сделать соответственно свои настройки, чтобы он был больше, потому что в типовом варианте это все находится в одном, внутри одного учета, движение ТМЦ и затрат производства. Также интересен отчет, группировка затрат по партиям производства, опять же, мы смотрим, есть ли у нас остатки на начало месяца, на конец месяца, если нет, то анализируем, что конкретно у нас не ушло при помощи универсальных отчетов. И вот такой момент я еще завела, каким образом, что мы анализируем. При закрытии месяца только по затратам. К сожалению, допустим, если по 44 учету, 44 учету мы говорили, что в любом случае бухгалтерские счета это вторичные, первичные, это регистры, но этот регистр ложится непосредственно из прочих затрат, и мы можем проанализировать непосредственно из оборотной сальдовой ведомости. А вот допустим 20, 23, 29, особенно незавершенка, это все-таки либо мы используем универсальный отчет, либо хорошо заказать соответственно той компании, которая вас обслуживает, либо мы к вашим услугам, мы пишем свои отчеты дополнительные, которые невозможно поанализировать в рамках типовых отчетов, особенно допустим по незавершенке. Можно универсальным отчетом отдельно сформировать отчет по незавершенке просто незавершенке, отдельно по прочим расходам и отдельно по трудозатратам незавершенке. Такие отчеты очень помогают в момент закрытия месяца. Поэтому обращайтесь к нам, мы с удовольствием вам поможем и настроим их под ваше предприятие. Соответственно, в момент закрытия месяца пользуйтесь такой настройкой, как настройка проверок состояния учета. Здесь мы можем, вот я сделала конкретный скрин по распределению затрат и расчету себестоимости. Расписаны все те параметры, по которым происходит анализ системы. Если мы опять же провалимся внутрь, то у нас система нам подскажет, на что непосредственно обращает внимание система в момент закрытия месяца. Давайте так, про упрощенные производственные учеты направления деятельности, наверное, придется сделать отдельный вебинар, чтобы опять же глубже и подробнее рассказать, что это такое, для чего, с чем едят. Точно так же, как и ОВЗ, что появилась относительно недавно у нас новая единица объекта возникновения затрат, каким образом это вам использовать, каким образом вам помогать в работе. Следите за нашими вебинарами и приходите к нам еще. Коллеги, если остались вопросы, я с удовольствием вам на них отвечу. Пока вы формулируете их, я коротко подведу итоги, что мы сегодня с вами познакомились с вариантами затрат, соответственно, по месту возникновения отношения. Это те затраты, которые относятся на себестоимость и возникают при приобретении, при складском хранении, при продаже каких-то иных процессов. Также относящиеся на Финрез. Познакомились с типами производственных затрат, поговорили о постатейных расходах, очень быстро пробежали по проверке базы при закрытии месяца, на что обратить внимание. И, к сожалению, совсем не успели поговорить про упрощенный производственный учет и нюансы использования направления деятельности. Но это будет повод нам с вами еще раз встретиться. Спасибо огромное всем за внимание. До новых встреч. Наши координаты указаны будут в презентации, которые мы вам пришлем. Обращайтесь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok